Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы поднимем вопрос, который может поставить под сомнение реальность материальной вселенной. Действительно ли мы живем в виртуальной матрице? Эта гипотеза не нова, она уже давно завладела умами ученых, философов и даже кинематографистов. Фильм «Матрица» стал культовым и заставил нас задуматься о природе реальности. Но что, если это не просто фантазия? Современные технологии развиваются с невероятной скоростью. Искусственный интеллект, виртуальная реальность, нейросети – все это уже становится частью нашей повседневной жизни. Но какова граница между реальным и виртуальным? Можем ли мы доверять своим ощущениям и восприятию мира? В этом видео мы рассмотрим различные теории и гипотезы, а также попробуем ответить на вопрос, являемся ли мы просто персонажами виртуального мира. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь давайте вместе попытаемся разгадать загадку нашей реальности. Теория, что наша Вселенная представляет собой гигантскую компьютерную симуляцию, берет свое начало с давних времен. Еще в Древней Греции Пифагор был уверен в иллюзорности всего существующего и реальности исключительно чисел и их бесконечных комбинаций, которые формируют все феномены обозримого бытия, подвластные познанию их человеком. Вслед за Пифагором древнегреческий философ Платон также выдвигал представление о том, что реальность это не что иное, как иллюзия. Платон утверждал, что материальны только идеи, а остальные объекты лишь тени. Такого же подхода придерживался и Аристотель, правда считая, что идеи выражаются в материальных объектах. Однако суть одна и та же, где-то есть потусторонняя реальность, более фундаментальная, чем наша. Кроме того, положение об иллюзорности реального является одним из ключевых в некоторых религиозно-философских учениях. Например, в древнем индуизме и даже в некоторых современных буддийских текстах можно встретить такое понятие, как майя. Майя – вселенская иллюзия, игра богов, и никто не знает, какова жизнь на самом деле. Цель любого человека – выйти из Майи и начать жить настоящую, божественную, сакральную жизнь. Если раньше подобными вопросами задавались лишь философы, то сегодня некоторые физики, космологи и специалисты в области искусственного интеллекта все чаще подозревают, что мы живем в виртуальной матрице. Более того, с развитием цифровых технологий теория о том, что реальность – это продукт компьютерной программы, которая была написана и реализована некой другой цивилизацией, начала приобретать большое количество сторонников. Важной теоретической опорой в развитии гипотезы, симуляции и некоторых других подобных положений стало появление термина «виртуальная реальность», предложенного в 1989 году изобретателем Джароном Ланье. Значительную роль в этом сыграли и деятели массовой культуры, создавая различные творения на тему взаимодействия человека и цифровой среды. Особенно примечательна в этом плане игровая индустрия, которая в 90-х годах представила такие игры, как Quake, Doom и некоторые другие. Так как они позволяли создавать целые миры на экранах компьютера, гипотеза о симуляции стала набирать популярность по всему миру. А что если действительно мы все живем внутри гигантской компьютерной симуляции, принимая виртуальный мир за реальность? Эта идея противоречит нашим ощущениям, ведь мир слишком реалистичен, чтобы быть симуляцией. Подумайте сами. Вес чашки в руке, аромат налитого в нее кофе, звуки, окружающие нас. Разве можно подделать такое богатство ощущений? В то же время задумайтесь о прогрессе, достигнутом в компьютерных и информационных технологиях за последние несколько десятилетий. Видеоигры, населенные персонажами, которые реалистично взаимодействуют с игроком, и симуляторы виртуальной реальности порой невозможно отличить от мира за окном. Что еще нужно, чтобы сделать из человека параноика? Нужны весомые доказательства, что окружающая нас реальность является виртуальной матрицей. Иначе эта теория не имеет смысла. Вот, пожалуйста, держите доказательства симуляции. Статью философа из Оксфордского университета Ника Бострома. Опубликованная в 2003 году в журнале Philosophical Quarterly статья считается главной работой в этой области. Бостром объясняет, что в руках будущих поколений окажутся мегакомпьютеры, способные запускать многочисленные и детальные симуляции предшественников, иначе говоря, симуляции предков, в которых симулируемые существа будут наделены искусственным сознанием. Вполне вероятно, что мы и есть продукт такой симуляции. Бостром говорит, что может оказаться так, что подавляющее большинство разумов, подобных нашему, принадлежит не исходной расе, а людям, смоделированным продвинутыми потомками исходной расы. Если это так, то рационально было бы считать, что мы, скорее всего, принадлежим к симулированным разумам, а не к исходным биологическим. Простыми словами, симуляцию запустили мы, то есть будущие мы, наши потомки, в каких-то своих прагматических целях. Отсюда, кстати, следует, что, возможно, нам нужно, живя в этой симуляции, совершать какие-то определенные действия, чтобы угодить нашим условным создателям. Иначе они нашу симуляцию отключат. А для этого нужно проникнуть в их мотивы. В ходе статьи Бостром рассматривал для доказательства этого тезиса современный вектор, направленный на активное развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и многих других отраслей, при том, что они не должны противоречить законам физики и инженерии. По его мысли, человечество будет способны на то, чтобы развить их настолько, чтобы располагать огромными вычислительными мощностями и симулировать работу многих разумных существ. Далее Бостром применил некоторые положения теории вероятностей для изложения доказательства по сути. При этом не упоминается, каким конкретно путем будет проведена симуляция. Она может быть осуществлена как с помощью компьютеров, так и, например, аккумуляцией и развитием центров мозга, которые отвечают за поведение человека во время сна и, соответственно, формирование реальности во сне. Такой прием показан, к примеру, в трилогии «Матрица». Выходит, что мир вокруг нас может быть ничем иным, как одной большой игрой «The Sims» с людьми в качестве главных персонажей. Теорию о виртуальной «Матрице» активно продвигают не только ученые, но и публичные личности. В ходе конференции Code Conference 2016 Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, заявил, что человечество находится на пути создания компьютерных игр, неотличимых от реальности. По его словам, мы абсолютно точно идем к тому, что игры выйдут на такой уровень. В них можно будет играть на любой приставке или компьютере, которых будут миллиарды по всему миру. И шансов, что наша реальность является базовой, тоже может быть один к миллиарду. Маск считает, что на данный момент самый сильный аргумент за то, что мы живем в симуляции, это указание на тот факт, что примерно 40 лет назад из компьютерных игр у нас была только игра Pong с двумя прямоугольниками и точкой. Сегодня у нас есть футуристические 3D-симуляции с миллионами людей, играющими одновременно, и они становятся лучше с каждым годом. Поэтому, если скоро игры станут неотличимы от реальности, то это повышает вероятность того, что мы уже живем в одной из таких симуляций. Допустим, что да, мы существуем в виртуальной игре. Значит, есть тот, кто управляет симуляцией. Кто он? Бог или компьютерный гений? Идея, что матрицу создает злое существо, чтобы использовать людей, живущих внутри матрицы, родом из нового времени. Ее провозвестником считается Рене Декарт, основатель рационалистической философии. Декарт предположил, что внешний мир может быть заколдован неким демоном, желающим ввести нас в заблуждение. Отсюда возникает так называемый картезианский скептицизм, установка, что мы не можем достоверно знать какие-либо факты об окружающем мире. С этим скептицизмом философы борются вплоть до настоящего времени. Но есть версия пострашнее. Это может быть просто подросток, который взламывает компьютер и управляет пятью вселенными в фоновом режиме. Некоторые философы говорят, что это вообще все с целью порнографического наблюдения. Такой вариант, по крайней мере, нельзя отрицать. Здесь и вопрос о смысле симуляции отпадает сам по себе. У нее нет смысла, все происходит для развлечения. В любом случае, создатель — это кто-то всеведущ, всезнающ и всемогущ в отношении нашего мира. Но как определить, что мы живем в виртуальном мире, а не в реальности? Никак. Концептуально доказать, что мы в симуляции, невозможно. Да и что нам даст это доказательство? Что тогда? Ваши действия. Если порассуждать об этом вопросе, то первой реакцией будет шок, сиюминутное желание выйти из этой симуляции. Вернуть, условно говоря, свою настоящую жизнь, поскольку наш нынешний опыт жизни, как выясняется в виртуальной матрице, не совсем полноценный. Однако какова она, полноценная реальность? Может быть, это вовсе не хорошая реальность? Может быть, мы с вами решили уйти в эту симуляцию, потому что так сложились обстоятельства? Просто представьте себе, вы узнаете, что живете в виртуальной матрице. Какие будут ваши действия? Сначала вы запаникуете. Затем вам захочется пообщаться с создателями, посмотреть им в глаза, спросить, а зачем? Попросить, выпустить или отключить и так далее. А как вы это будете делать? Вот вы утром проснулись, рядом ваши близкие, но вы знаете, что вокруг на самом деле не люди, а искусственные интеллекты. Будете ли вы во имя сохранения своего психического здоровья продолжать с ними общаться? На эти вопросы нет ответа. Хотя, возможно, вам и не нужно будет ничего предпринимать, просто продолжайте жить дальше. Так все-таки мы живем в симуляции или нет? Вероятность того, что мы живем в матрице, составляет 50%. Аргументов в поддержку теории становится все больше, однако есть еще один нюанс – сознание. Если просто подумать об обычном привычном мире, то по каким критериям мы можем оценить, что наш собеседник является носителем сознания, то есть чувствует боль, видит цвета и так далее. А вдруг перед нами просто робот, искусственный интеллект или зомби? Ни в философии, ни в науке нет постулатов, теорий или законов, которые доказали бы наличие сознания у родителей, друзей или детей. Законы природы также не требуют его существования, и похоже, что оно не дает нам никаких эволюционных преимуществ. И эта проблема остается, когда мы переносимся в симуляцию. Допустим, по внешним признакам мы можем предположить, является ли тот или иной человек носителем сознания. Однако к этому добавляется возможность, что перед нами не просто отдельный искусственный интеллект или отдельное реальное сознание, а их комбинация, дополненное сознание. Нынешний прогресс в сфере нейроинтерфейсов показывает, насколько все может быть запутанным. С другой стороны, сознание — это опыт, это продукт, который мы создаем. Если мы живем в матрице, то для кого этот продукт? Неизвестно. Однако выходит, что опыт, создаваемый нашими телами, предназначен не для нас. Как и персонажи компьютерной игры, мы существуем для того, чтобы создавать аудиовизуальные результаты. Кроме того, как и в случае с персонажами, наш продукт, скорее всего, важен для того, чтобы кто-то переживал нашу жизнь через нас. Несмотря на свою интригующую природу, гипотеза виртуальной матрицы остается гипотезой. Она не подтверждена эмпирическими данными, и многие ученые и философы относятся к ней скептически. Но гипотеза продолжает оставаться увлекательной темой для обсуждения и источником вдохновения для мыслительных экспериментов и спекулятивной фантастики. Поэтому, если однажды вы не сможете выбросить из головы вопрос о виртуальной матрице, вспомните фразу философа из Нью-Йоркского университета Дэвида Чалмерса. Вы не получите доказательства того, что мы не в симуляции, потому что любое доказательство, которое мы получим, может быть симулировано. А как вы думаете, правда ли, что мы живем в виртуальной матрице или нет? Делитесь с нами в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok